24-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», состоявшаяся в Доме правительства области, подтвердила желание единороссов следовать курсу на качественное преобразование. Решение о перераспределении полномочий руководящих органов партии, принятое на декабрьском съезде, потребовало провести переизбрание секретаря Полицовета и Президиума подмосковного отделения партии, что и было сделано на конференции. Секретарем вновь избрана Лидия Антонова. Она возглавляет подмосковных единороссов с 2014 года. Антонова напомнила коллегам по партии о новом положении «Единой России» по проведению предварительного голосования. Партия отказалась от многомодельной системы определения кандидатов, оставив только первую, максимально открытую модель. В предварительном голосовании партии «Единой России» в качестве кандидата может принять участие любой гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом. Одна из задач 24-й конференции – это укрепление кадрового состава партии. Произошли серьезные изменения в уставе. Они, в первую очередь, касаются повышения дисциплины. Вот от этого зависит работа депутатов и единороссов на местах. Было решением съезда создана комиссия по этике. Говорит о том, что член партии – это очень ответственно. Это еще больше спроса с человека. Это не только уровень исполнения своих профессиональных задач, это дисциплина партии. Но это очень важно, уровень своей личности, человеческого понимания, отношения к людям. Партия намерена активно развивать цифровые площадки, в частности, новую платформу «Избиратель-депутат». Она позволит любому из нас наблюдать за работой членов партии. Работа дальше должна продолжаться по тем национальным проектам, о которых всегда говорил в послании и президент Владимир Путин, и в обращении наш губернатор Андреевич Воробьев. Генератором выполнения этих программ является партия «Единая Россия». В работе конференции приняла участие и делегация городского округа Щелково во главе с Алексеем Валовым. По результатам голосования глава муниципалитета был переизбран в региональный политсовет. Партия давно уже работает над тем, чтобы создавать то государство, которое будет комфортно проживающим ним людям. Поэтому все программы муниципальные, государственные и все указания президента согласно мастерских указов мы, несомненно, поддерживаем и своим примером показываем, как их надо выполнять. Поэтому здесь собрались просто сверить вектора развития, выбрать новых должностных лиц и определить окончательно вариант развития всей нашей страны, в частности, нашей Московской области. Сейчас очень большое внимание страны партии удивляется и молодежной политике, и развитию молодежи и на местах, и вовлечению молодежи именно в политическую жизнь. Это и проекты политстартап, это также кураторство над молодежью политическое. Для нас это, конечно же, очень важно. Возросла роль партии при избрании председателей советов депутатов и руководителей фракций в советах. Теперь кандидатуры вносятся по предложению конференции местных отделений и утверждаются президиумом регионального политсовета. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...